Приветствуем, братья и сестры, всех пришедших сегодня в Дом молитвы. Сегодня у нас особый день. Этот день отмечает эта страна. Он был основан в 1910 году, 19 июня, это почти 110 лет назад, когда первый раз отмечался День Отца. Знаете, в нашей стране, откуда мы выехали, там не было, чтобы отмечать Отца, но как бы 23 февраля и смешали все с одном и воины, и отцы, и чтобы материнский день был, тоже международный какой-то. Здесь мы отмечаем и День Отца, и День Матери. Это особое благословение, потому что Господь сказал в Своем Слове, «Почитай Отца Твоего и Мать Твою». Так Господь заповедовал. И как-то на этой неделе, да вообще каждый раз, когда с работы еду, я проезжаю, где живут мои родители, и проезжаю ихний балкончик, где ихний апартмент. И когда я проезжал, прошлым летом всегда папа сидел на балкончике. Иногда проезжаешь, остановишься посередине линии, остановишься по Машему рукой, или маму, или родных кто-то. И они всегда были приятно. Удивлены, что я их остановился, заметил, поздоровался с ними. И это всегда было приятно для родителей. И когда на этой неделе проезжал, то увидел уже этот балкончик и это кресло, а папы уже нет. Папа уже с Господом. И как-то невольно, вроде никогда у меня не было, навернулась слеза. Когда вспоминаешь последние минуты своего отца, последние дни, когда ты, ну, последнюю особенно неделю приходил каждый день и читал из Евангелия, просто прочитать Евангелие по главе, которая необходима для пожилого человека, чтобы приготовить к вечности. Ну, и думаю, в следующий раз я уже приду в пятницу, как я всегда это делал, последний день рабочий, после работы заезжаю, а вечером уже в четверг, когда позвонили, когда узнал, что он в госпитале, и потом уже сообщают, он умирает. Когда приехал, то я уже опоздал. Знаете, хотелось увидеть, ну, как бы услышать последние слова отца, а ты уже опоздал. Вот иногда вот вроде знали, готовились, а как-то сердце сразу как-то наполняется какой-то жалостью, то теперь у тебя отца нет. Знаете, ну, слава Богу, что вот Слово Божие говорит, чтобы мы почитали отцов тогда, когда они живые, а не как в России ходить на могилке, день родителей, родительский день, на могилке. Нужно почитать и любить, посещать своих родителей, когда они живы, братья и сестры, дорожить этим. И я бы хотел прочитать из Слова Божьего место, которое записано о притче, братья и сестры. Вот смотрите, 4 глава. «Слушайте, дети», притча 4 глава с 1 стиха. «Слушайте, дети, наставление Отца. Внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у Отца моего, нежно любимый, единственный у матери моей». Я просто назвал свои рассуждения «наставление Отца». Знаете, пока родители наши живы, они оставляют в нас какой-то след, добрый или плохой, но не оставляют. В зависимости, какое отношение у Отца было с Богом, был ли он с Богом или не был, потому что миллионы отцов, они живут без Бога, и каждый отец оставляет какой-то след. Знаете, я вот особый след оставил из жизни Отца моего и взял для себя то, что всегда, когда я посещал его, и когда он ходил, он всегда говорил «давай помолимся». Вот этот вот след я взял для себя. Молитва, она очень необходима. И хочу привить это своим детям, своим сыновьям, своим дочерям и своим родным молиться Господу. Всего, прежде всего, это очень важно. И вот это наставление, наставление этого человека, который был очень мудрым. У него был отец, и отец был его, Давид. Братья и сестры, помните, да? Какой-то замечательный человек, когда читаешь Слово Божьего, то Слово Божье открывает. Знаете, мы все разные отцы. И, как я сказал, что оставляем, отцы оставляют следы в своих детях. И как хорошо, если мы оставляем добрые следы. Вот о Давиде сказаны хорошие слова. Ну, мы дойдем до этого. Потому что есть и добрые, и хорошие отцы. И Давид был... У него было и хорошее, и плохое. Я думаю, что, как у всех нас, отцов, есть добрые качества и положительные качества. Он учил меня, говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Это уже четвертый стих, братья и сестры. Наставление отца. Вот Соломон запомнил, что он был любим отцом своим. Знаете, не всегда у него было времени посвятить время для своих сыновей, как для своего первенца, у которого не было времени. И поэтому он погиб. И вспоминая вот эту вот проблему Авесолома, Амнона, то, что сделал Амнон. И, знаете, он погиб за свое беззаконие, то, что он сделал. Он ожидал от отца, чтобы отец наказал его каким-то образом, но отец не сделал. Знаете, и по прошествии нескольких лет у него уже созрел план. Когда мы, отцы, делаем какие-то попущения, то есть последствия, то мы видим, последствия очень печальные. Он теряет одного сына, и потом теряет Авесолома. Знаете, и когда началась война Авесолома, он говорит, сохраните сына моего. Он понимал, его тоже самый грех, то, что сделал этот Амнон, он тоже этим грехом согрешил, и он был связан по рукам и ногам и не мог проявить вот этой твердости, потому что у него был этот тоже самый порог. И когда отправлялись воины, он говорит, сохраните отрока, сохраните. И когда военачальник этот гордый, он убил Авесолома, хотя можно было бы сохранить его, он был уже в их руках, то, когда Давид узнал, он плакал, что не уделил должного внимания своему сыну. Когда он пришел после скитаний домой, он сказал, ты придешь, будешь здесь, не увидишь лица моего, не увидишь. Я думаю, что это тоже ранило Авесолома. Вот делаем мы иногда такие ошибки в своей жизни. Дай Бог, захорони каждому отцу, быть добрым, чутким, внимательным, мудрым отцом в воспитании своих детей. И когда Авесолома не стало, когда он узнал, что отрок мертвый, Авесолом, сын мой, Авесолом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя, сын мой, сын мой, Авесолом. Это горе и сожаление, когда мы утратили, когда в чем-то мы связаны, в чем-то не смогли проявить вот должной, как сказать, твердости, в чем-то мы сами виновны. Только смотрите, какие последствия. Или последствия священника Ильи. А смотрите, то, что вот, ну, все хорошо, но вот этот момент, когда нужно было проявить, может быть, розгу, как Соломон пишет в своих посланиях, много очень пишет, что эта розга, она удержит, она даст мудрость. Он этого не делал, и последствия. А последствия тоже ужасные. Смотрите, как там написано, что придет бесславие. Какое наказание, знаете, на твой род? Посрамление будет. Не будет старца в твоем роду. Ты будешь видеть бедствие жилища моего. Отречет тебя Господь от священства, что он больше не придойдет к жертвеннику. Знаете, это тоже, ну, самая большая боль, что он не может прийти к жертвеннику или к святилищу. И все потомство твое будет умирать в средних летах. Ну, 35 лет. Знаете, это только начал жить, и он должен уже умереть. Это наказание за то, что он не обуздовал детей своих. Как это важно, братья и сестры, вот замечать. Вот дал бы Бог нам этой мудрости. И поэтому Соломон это все видел, он это все знал. Это был один из мудрых человеков. И поэтому он говорит, и он учил меня, говорил мне, да удержит сердце слова твои мои, храни заповеди мои, и живи, храни заповеди. Вот израильскому народу Бог Аврааму сказал, чтобы он передавал вот эту вот веру своим сыновьям, а сыновья своим сыновьям, чтобы они производили правду и суд. И по сегодняшний день, знаете, тогда еще не было закона. Моисей дал закон, и это по сегодняшний день передается у израильского народа. И поэтому он же в этой главе, он много мудрости передает своим сыновьям, и не только сыновьям, но по сегодняшнее время всем тем, кто изучает этот закон. Смотрите, приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого, не уклоняйся от слов уст моих, не оставляй ее, она будет охранять тебя, люби ее, она будет оберегать тебя, мудрость, вот эта мудрость, а вся мудрость, она в этой книге Библии, главная мудрость, приобретай мудрость. Всем имением твоим, приобретай разум, высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Вот, знаете, и в этой главе много таких прекрасных истин, которые, ну, как-то и дорого, и мне, я думаю, каждому читающему. И смотрите, кто прилепится к этой мудрости, то Бог учит, и жизнь такого человека, смотрите, в старости какая, стезя праведных, в этой же главе 18 стихом, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Вот эта мудрость, она просвещает, она наполняет такого человека, кто преклонил свое сердце перед этой мудростью. 23, смотрите, но нельзя пройти этот стих. Больше всего хранимого, храни сердце твое, это наставление отца своего, потому что из него источники жизни, храни, сынок мой, сердце свое, потому что оттуда все исходит. Последний стих, не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла, удали ногу твою от зла, не уклоняйся. Эти прекрасные слова, братья и сестры, которые мы читаем. Знаете, вот есть штат такой, Мичиган, там одно из озер, там, где в этих Вирии озера большие. И вот этот штат, Мичиган, там когда-то жили племена индейцев. И вот они жили там, они путешествовали по этому штату, и они даже сами не представляли, что пройдет время, по тропинкам, по которым они ходили, где-то будет потом проложены магистрали дорог, вот где эти были тропинки. Оказалось, что первый проходец проходил, оставлял какую-то дорожку, второй, третий, потом проходил индейец с лошадью, дорога расширялась узенькая, а потом решили повозками по этим дорогам ходить. Она стала укатана, грунтовая дорога, и прошло время. И точно по этим же дорогам теперь идут магистрали. И знаете, вот эта дорога, которая прошла перед Соломоном, дорога отца его, знаете, тропинка, которая прошла в страхе, и теперь Соломон, видя жизнь своего отца, он говорит, что он был нежно любимый у отца своего. У него было больше времени, когда он проводил со своим сыном. Он говорит, отец нежно любил меня, не так, как других сыновей, которые погибли. Этому он более уделил времени, и поэтому вложил как-то страх в его сердце. И поэтому, когда Бог предстал пред ним, он попросил мудрости управлять этим народом. И поэтому он, видя жизнь отца своего, который он провел пред Богом, потому что он любил Бога, он знал, Соломон, что он был особым человеком, потому что мы прочитаем дальше, что он был муж по сердцу Божьему. Подобным образом Соломон шел по следам отца своего, свою очередь, расширяя вот эту тропинку и дорогу не только для себя, но и для своих детей, чтобы они шли вот этой вот же дорогой. Знаете, верующие дети, которые взрослеют, все, что у них остается, самое доброе в памяти, это тогда, когда они проводили время вместе с семьей за Библией. И проходит время, и даже те, которые вне Бога, они возвращаются вновь к Богу, они говорят, что это было самое лучшее время. Знаете, иногда, вот не так давно, как-то двоюродные родственники приезжали, и он рассказывал, что в нашей церкви в Алма-Ате одна была семья, у которой было 16 детей, и они были неверующие. Ну, всего, может быть, 2-3 человека. Но, говорит, прошло время, а теперь, говорит, дети почти все возвратились к Богу. Знаете, молитва матери, она услышана. Знаете, сейчас дети возвращаются. Сейчас они обратились к Богу, они служат Богу, и осталось вот буквально пару человек. Все последовали молитвы матери, молитвы родителей не сильны, братья и сестры, остановить и направить. То, что посеяно в детстве, оно, знаете, всплывает это все в сердце, потом человек возвращается к Богу. Найдет, помните, деяние апостолов, вот теперь хочу прочитать это место, 13 глава, 22 стихом, где Господь сказал, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои». Все хотения мои. Бог ищет вот таких людей, чтобы исполнить свои хотения. Ну, как мало сегодня, кто полюбил вот эту мудрость, вот эту книгу святую, кто черпает из нее вот эти святые уроки. Знаете, после Моисея стал человек, который полюбил Бога. Моисей научил его Иисуса Навина. Знаете, нам необходимо в нашей жизни прежде всего учить своих детей. Служителя, они воспитывают тех, которые могли бы продолжать дело в церкви, которые потом займут их место. Они подготавливают, они взращивают таких служителей. И вот нашел я, хотелось находить вот в нашей церкви, которые стали бы служителями, которыми добрыми были бы отцами в нашей церкви, которые могли бы наставлять своих детей, любить. И кто-то, может быть, скажет, ну, нет у меня такой мудрости, чтобы воспитывать своих детей. Нет мудрости. Братья и сестры, вся мудрость, она записана вот в этой книге. Это источник сокровищ мудрости. И, знаете, будешь читать ее, Бог будет влагать в твое сердце вот этот источник сокровищ мудрости. Ты будешь правильно поступать, если не будет отходить книга закона от уст твоих. Так поучал Моисей Иисуса Навина. Не отходит эта книга закона. Поэтому и будешь тогда благоуспешен. И жизнь твоя будет, как зеленеющее дерево, посаженное при потоках вод. Почему? Оно основано, корень, у источника потоков воды, как корень Иосифа был. Иаков благословлял его, опять же, сравнивать с этим зеленеющим деревом, посаженным у источника прохладной воды, которая дает зелен, жизнь дереву. Вот что необходимо нам, отцам сегодня, вот эта святая книга Библии. Я благодарен Богу за эту книгу, Библию, что я могу любить ее, что я могу читать каждый день, черпать вот эти источники мудрости и делиться со своими детьми. Это важно. Молиться с ними, наставлять своих внуков, идти с ними, просто играться, просто покачать, пройти, показать им, где птичий домик, где мурашкин домик, как растет малинка, как это все прекрасно, какие звезды, как вот все это вкладывать в детях. Они это воспринимают, как губка, на всю жизнь это останется в сердце детей, внуков, необходимо сейчас. Сейчас вкладывать, чтобы впоследствии они не уклонятся от пути, которого ты заложил, от слова, источников, которые ты вложил в их сердца. Ну и время уже вышло. Еще хотелось прочитать, братья и сестры, сказать, вот это вот наставление отца своего, которое он сказал, вот это слово, которое тоже дорого для меня. Давид сказал такие слова. В сердце сокрыл я слово твое, чтобы не грешить. В сердце слагать это слово, когда ты будешь завучить его, любить его, тогда у тебя, у Давида, как написано, в устах было вот это слово. Слово, когда читаешь последние дни его, и там говорится, что в устах его было вот это пророческое слово. Братья и сестры, запоминать его, чтобы в наших устах было слово. И когда слово будет в нашем сердце, тогда и молитва будет услышана пред Богом, наши молитвы. Поэтому будь образцом сегодня за тех, для тех, которые пойдут вот по этой тропинке, потом дорожке, по этому хайвею за тобою, оставь добрый пример. И как-то мамочка, которая ожидала своего первенца, она говорит своему будущему отцу, говорит, каким бы ты хотел быть отцом для ребенка, который должен родиться. знаете, он сказал такие слова, только не таким, как мой отец. Знаете, это говорит о том, что нет вот этого примирения отца с сыном, но прошло время, он делает те же ошибки, те же самые ошибки. Кто говорит так, он делает те же самые ошибки. Поэтому сегодня вот этот источник мудрости, он даст нам, как правильно самому жить и своих детей. Пусть Господь поможет мне и вам быть добрым образцом для своих детей. Сын мой, слушайте, дети, наставления отца своего, внимайте, чтобы научиться разуму. Пусть Бог поможет нам, пусть Бог благословит всех наших отцов и даст вам мудрости и благословения. Помолимся.